Добрый день, господа! Как многие из вас помнят, меня зовут Илья. Я, как обычно, рад приветствовать вас на автомобильном канале для взрослых людей. Задайте себе вопрос, как трансформируется сознание человека, который начал заниматься бизнесом и достиг в нем успехов. Ну, сначала такой человек хочет внешней славы. Появляется из класс, с водителем, он ездит сзади. Но чем богаче становится такой человек, тем он становится меркантильнее. Он начинает считать свои расходы и хочет комфорта. А комфорт, господа, имеет, знаете ли, еще и размеры. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое комфорт по-японски. И зачем вообще японцы придумали Тойоту Альфард. Один из лучших минивэнов для делового человека. Поехали, парни! Согласитесь, господа, для того, чтобы чувствовать себя успешным человеком, большинству из нас требуется внешний антураж. Ну, надо посещать различные встречи, оказываться в разных частях нашего большого столичного города Москвы. И, конечно, рано или поздно человек, который добился успеха, понимает, что, в общем-то, сидеть скрюченным, как креветка, особенно если ты такого роста, как я, в седане не очень удобно. И тогда он вспоминает именно об этой машине. Почему? Ну, во-первых, потому что она не дешевая. В Топе Альфард стоит сейчас плюс-минус 7,5 миллионов рублей. Во-вторых, конечно, она имеет яркий и узнаваемый дизайн. Ну, тут я спорить не буду. Есть как приверженцы, так и те люди, которые говорят, что эта машина действительно по-настоящему уродлива. Тут спору нет. Но, знаете, по крайней мере, если вы едете на ней, господа вас точно не перепутают ни с кем. Ну, потому что Альфард действительно имеет запоминающуюся внешность. Эта история, граждане, не вымышленная. Эта машина, возле которой я сейчас стою, она используется, конечно, как коммерческий автомобиль. Она принадлежит нашим соседям по вот этой вот большой базе, которой именуется бизнес-баз. Ну, то есть это транспортная компания, у которой есть куча огромных автобусов, Мерседесов, Тойот и, соответственно, Альфарда. И, знаете, я хочу вам сказать, что эти машины раскуплены, ну, то есть аренда на них раскуплена, как правило, на год вперед. В то время как Камри и Мерседеса, в общем-то, всегда есть в обычном доступе. Ну, почему так происходит? Сейчас я вам покажу. Обычно, когда мы снимаем обзор про тачки, неважно, Жигули это или Порше, я всегда пытаюсь попасть вот сюда, на водительское место. Это, пожалуй, один из немногих автомобилей, где, в общем-то, мне там делать нечего. Ну, несмотря на то, что здесь стоит V6, здесь 300 лошадиных сил, все это едет до сотни там чуть меньше, чем за 10 секунд. Парни, понимаете, несмотря на то, что я на работе одеваюсь просто, в миру я живу просто не всегда. Поэтому, конечно, мне интересно вот это место. Здесь надо хотеть попасть в салон, а не за руль. Салон, а не за руль. Перед вами, господа, жирный, довольный жизнью субъект. Знаете, если бы я был помоложе, я бы, наверное, прямо сейчас уже начал улыбаться, потому что мне здесь действительно хорошо. Как помнят постоянные зрители нашего канала, я, знаете ли, двухметровый. И вешу сейчас плюс-минус 150 килограмм. Посмотрите, как я расположился в этой машине. Что самое интересное, несмотря на длину почти в 5 метров, я бы не сказал, что он широкий. Ширина кузова, ну, порядка 185-190 сантиметров, друзья. Но мне, как вы видите, очень комфортно. Этот автомобиль, граждане, является собой по-настоящему японский жир. Это одна из моих любимых тачек. Была бы ей точнее, если бы я ездил с водителем. Но, знаете, я еще не настолько стар, не настолько помпезен, чтобы содержать еще и человека, который будет меня возить. В конце концов, я веду для вас автоблок. И я, признаюсь, люблю ездить за рулем сам. Ездить на разном и показывать это вам. Если говорить о комфорте, то, в общем-то, для пассажира Альфарда предоставлены все усвоения. Наверху есть панорама, которая обеспечивает дневной свет, чтобы боярин не сажал, соответственно, свои глаза. Окошки притонированы, чтобы можно было взирать на крестьян уверенно и снисходительно. Ну и, соответственно, все это мягко, мягко, приятно обшито кожей. И если вы видите, конечно, все вот это вот электрифицировано. И вы можете принимать здесь самые затейливые положения. Ну, находить прям вот идеальное положение для своего уникального, дорогого, измученного финансовых бояк организма. Ну, а для того, чтобы ваш организм не мерз и чувствовал себя в комфорте зимой и летом, конечно, японцы поставили вот здесь, в достигаемости движения вашей руки, пульт управления климатом. Кроме того, если вы посмотрите на крышу чуть подальше, вы найдете там развлекательную систему. С чудным аналоговым, можно сказать, пультом, который я сейчас кручу в руках. Таким при случае, как говорится, и убить можно. Ну, использовать как средство самообороны. Знаете, господа, эту машину снимало на Ютьюбе огромное количество нищих обзорщиков. И они все пытались найти какие-то вот вымышленные плюсы. Кто-то рассказывал вам там про черную обивку потолка, кто-то мацал кожу, трогал ее. Знаете, как человек, который когда-то был очень небедным, я могу вам сказать, за что я люблю эту машину. Понимаете, она создана не для тех, кто хочет казаться обеспеченным человеком. Она создана для тех, кто им является. Да, конечно, вы можете мне сказать, что можно купить там Rolls-Royce, например, Калином, да? И ездить на Rolls-Royce с водителем. Но, знаете, на самом деле, даже там у вас не будет такого комфорта, такого объема воздуха, как в этом японском микроавтобусе. И что самое главное, человек, который думает головой, он скорее предпочтет арендовать за разумную цену такой автомобиль, который будет его возить с водителем. Не надо будет выделять, соответственно, с бюджета своей фирмы средства для ремонта этого автомобиля. Проще говоря, он этот комфорт не купит, а арендует. И при этом не будет палиться перед налоговой и будет списывать свои расходы. Согласитесь, очень удобная и правильная финансовая схема. Именно она отличает Нувариша от умного, продуманного, давно обеспеченного бизнесмена. Ну, а чтобы пока вы не светитесь и наслажаетесь комфортом, вы не чувствовали себя заброшенным, конечно, здесь есть те опции, которые есть в любом премиальном автомобиле. Ну, как вы и видите. Это, знаете, своего рода такой вот дорожный, городской и в то же время шоссейный самолет. Здесь можно расположиться с комфортом. Кстати, если вы достаточно молодой и обеспеченный человек и ведете богатую сексуальную жизнь, ну, сравните объем этого салона с обычным седаном от С-класса. Ну, граждане, в мозгу сразу роятся очень неприличные, но интересные конструкции, которые здесь, имея деньги и фантазию, запросто можно реализовать. Этот автомобиль с его двигателем на 300 лошадиных сил сделан не для того, чтобы летать по трассе. Друзья, он сделал для того, чтобы комфортно передвигаться. И вот те шикарные сидения, в которых я только что разместил свою старую задницу, они, конечно, капитанские. Сзади есть два сидения. Для кого они? Для прислуги, для холопов или для маленьких детей? Тут я, конечно, не отвечу. Надо спрашивать самих конструкторов. Но, знаете, я думаю, что того барина, который будет ехать сзади справа, ну, или на крайняк присядет сзади слева, как это сделал я, эти мелкие подробности волновать не будут точно. А машина строилась именно под того человека, который сидит на втором ряду. Не под водителя и не под пассажиров. Ну, согласитесь, это очевидно. Чтобы понять, друзья, что из себя представляет Toyota Alphard движение, я хочу напомнить вам один старый анекдот. Ну, помните, вот был такой анекдот, когда взлетает Boeing, в котором есть спортивный зал, есть сауна, теннисный корт. И пилот говорит, знаете, вот со всей этой херней мы сейчас, соответственно, попробуем взлететь. Здесь ровно такая же конетель. То есть машина идет по трассе мягко, плавно. Здесь, пожалуй, ну, наверное, единственная хорошая шумоизоляция у концерна Toyota, если не брать в расчет Lexus. Есть, конечно, опционал вот такого рода, то есть различные там столики, на которые можно поставить ноутбук, либо еще что-то. Есть клавиши управления сидением, есть шторы, которые закрывают вот эти вот огромные, соответственно, окна. Если вы устали через них созерцать серую действительность, которые не вписываются в ваш такой дорогой и престижный жизненный ряд. Я бы так это сформулировал. Есть, конечно, точечная подсветка, море кожи, куча продувок, подогревов, это все понятно. И все это нужно только для того, чтобы вас окружал комфорт. Ну, соответственно, про музыкальную систему GBL с кучей колонок я говорить не буду. Это даже как-то не солидно. Знаете, граждане, вот, казалось бы, учитывая специфику своего вот этого вот интернет-хобби, этого YouTube-канала, я должен сейчас был бы рваться, соответственно, за рули, пытаться рассказать вам о том, что испытывает водитель этого автомобиля. Хотите честно? Мне вообще наплевать, чего там испытывает водитель этого автомобиля. Потому что мне и любому нормальному человеку в этой машине хочется находиться именно здесь, там, где я сейчас и нахожусь. Ну, или сзади, справа, и нигде больше. А все остальное меня, как вот, допустим, клиента, который арендовал этот автомобиль, или купил свой автопарк, вообще не интересует. В этом и есть концепция Альфарда от Тойоты. Между тем, граждане, если бы я оказался на месте водителя, я бы, конечно, тоже вам рассказал о том, что это достаточно динамичная машина, что жрет она порядка 17 литров на сотню, если ехать более или менее быстро. Что здесь, конечно, как у Кадиллака, есть прекрасное зеркало заднего вида с камерой. И вообще, что все вот это вот очень и очень технологично. Сколько стоит аренда всего этого? Знаете, как бы, это достаточно неприличные цифры, и, честно говоря, я бы не хотел об этом говорить, потому что деньги любят тишину. Но, если вы люди любопытные, под этим видео я оставлю ссылочку на хозяев парка этих машин, на компанию Бизнес Бас. И там вы можете плюс-минус прикинуть, сколько наши соседи зарабатывают с одного такого автомобиля в месяц. К чему я это? К тому, что, знаете, машина не всегда является расходной статьей в бюджете. Иногда на ней можно зарабатывать очень и очень приличные деньги. И это как раз тот самый случай, когда Toyota позволяет инвестировать в свои автомобили и поднимать на этом достаточно любопытное количество средств, друзья. Словом, граждане, вы знаете, это достаточно странно прозвучит, но вот, казалось бы, в этот раз на обзоре, в котором я не ездил за рулем, я испытал вот те чувства, которые хочет испытывать любой нормальный человек после поездки. То есть я прокатился в комфортной машине, в тишине, вылез оттуда свеженький, не уставший и с хорошим настроением. Именно вот это все и стоит денег, которые просит Toyota, продавая вам в семье и в парке машину. Я понимаю, друзья, что, конечно, этот обзор будет интересен не всем подписчикам нашего канала. Но, в конце концов, должен же я был рассказать вам что-то и про коммерческий транспорт тоже. Ну, а в моем понимании, это все-таки скорее не семейный, а действительно коммерческий автомобиль. И я надеюсь, просмотрев этот обзор, вы поняли, почему. Toyota дает возможность иногда и зарабатывать. Ну, а вам, господа, спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Я искренне поделился своими впечатлениями и надеюсь, они будут полезны тем, кто никогда не эксплуатировал подобные машины. Пока, парни! Субтитры сделал DimaTorzok